я наконец-то начала занятие по вождению я хочу показывать вам все как есть у меня для вас есть некоторые новости привет ребят сегодня вторник добро пожаловать в мои очередные будни британии меня для вас есть некоторые новости с которыми хочу поделиться просто покажу вам то как я сейчас проживаю свой будни что я делаю что я не делаю я сначала хочу вам сказать что я наконец-то начала занятие по вождению я это откладывала пять лет с 18 лет даже у нас в британии можно это и 17 водить уже но в общем я это откладывала довольно таки долго потому что я всегда думала что это мне не нужно что я в принципе не так как бы люблю водить это я даже не знаю что каково это водить но я боюсь боюсь водить боюсь выезжать на трассы и в общем я все время откладывала сейчас я поняла насколько это нужно как удобно это иметь машину чтобы можно было не просто доезжать до работы не платить огромные деньги на за поезда если ездить каждый день и можно добраться куда угодно и самое главное можно наконец попутешествовать немного в британии потому что британия есть такие крутые места куда тяжело добраться на общественном транспорте и я наконец-то начала здесь по вождению сегодня меня второе занятие будет через полчаса мне очень страшно я в первое занятие у меня было в субботу немного расскажу как это все происходит для тех кому интересно в общем очень различать занятия в россии и британии а здесь для справки занятия одно и как правильно по часам здесь это происходит один час стоит 36 фунтов у меня обычно по два часа идут занятия и так что да получается 72 фунта обычно всем рекомендуют взять 40 часов занятий поэтому вот и считайте сколько из этого выйдет денег просто обучение вождению езжу машине с инструктором обычно ну и я думаю это одинаково у него тоже есть педали на его стороне и это для меня было самое важное потому что не все время там мама и родители говорили давай типа попробуй поесть я говорю нет пока я не сяду в машину пока у кого-то не будет запасные педали на всякий случай я себе не доверяю обычно в россии приезжают в школу вождения и там есть не такие небольшие участки трассы где вы ездите практикуетесь британии такого нет вы сразу выезжаете на дорогу как правило на первое занятие как оно происходит он меня забрал и мы поехали из дома и и мы поехали на более такую тихую улицу британскую обычную очень она двустороннее движение но она очень очень узкая как всегда по наставленной машины с двух сторон и вот такая вот британская улочка вот мы поехали он место для начала рассказал что вообще происходит в машине что нужно сделать как бы как правильно подвинуть кресло как правильно сидеть какие тут педали есть потом а кстати я учусь на как там манюка на ручной машине короче не автомат и потом он говорит ну окей вот так ты едешь езжай я думаю господи главное никого не врезаться и там как как просто назло тесла как раз приезжает мне навстречу думаю так аккуратно теслу мы точно не хотим врезаться сейчас вот но все было хорошо значит для начала он педаль использовал а я попыталась вообще понять каково это крутить руль каково это вообще ездить а потом он ожидал управление мне и потихоньку 5 миль в час кстати другое то что тут мили в час в россии километры в час и я из этого иногда очень тяжело еще то что тут вождение на другой стороне но я уже к этому привыкла и мы потихоньку вокруг резидентского блока мы вот так вот и ездили 5 миль в час останавливались потом опять я чуть-чуть парковалась потом опять выезжали я просто не могла поверить что на первом занятии я уже могу ездить ну точнее не просто могу а ну пытаюсь ездить и для меня это было очень я не знаю какие чувства из испытывать эмоции потому что типа это круто и прикольно даже но с другой стороны мне все равно страшно вот и сейчас у меня через полчаса занятия 5-2 часа и мне очень страшно когда нибудь я научусь нормально ездить безопасно ездить для меня это самое главное пока не работаю я тут пыталась посмотреть какие-нибудь курсы может быть что-нибудь поделать чтобы не терять время зря приобрести какие-нибудь навыки но я еще хотела посмотреть на какие-нибудь курсы которые именно вот с точки зрения творчества мне помогут там и то же самое с ютубом и с курсами совсем так что если вы пытаетесь освоить какую-нибудь новую карьеру или освоить какой-то новый навык например графический дизайн то я хочу вам рассказать о юдаевску ребята создали абсолютно бесплатный мини курс специально для таких ребят которые хотят попробовать себя в новой сфере фишками не курса в том что он проводится пять дней и четыре из них вам будут давать интересные различные задания также вам будет прикреплен куратор который будет проверять эти задания и давать фидбэк в личном кабинете и по итогу курса вы научитесь основам дизайна в фигме сможете искать работу и работать контентом после обучения сможете создавать анимации для интерфейсов а также получите возможность личного разбора от наставника с доходом от 100 тысяч рублей ну и самое главное вы получите сертификат и все это абсолютно бесплатно так что вдохновляйтесь переходите по ссылке в описании и осваивайте интересный и полезный скилл я уже пришла занятия и я уже чувствую себя увереннее сегодня мы ездили более на таких живых улицах более оживленных там где больше машин больше котов больше всего людей которые просто почему-то стоят посреди улицы и мне нужно срочно подумать на какую мне скорость перейти нажать этот сцепление вот это все короче сегодня меня еще вечером в волейбол и я этого очень жду по работе над курсом если мне хватит мотивации на это посмотрим потом пойдем на волейбол мне тут с амазона пришла посылка книга точнее что это журнал альбом короче раскрашивать по номерам да вот такие вот у нас сейчас времена отдельно мне нужно покупать карандаши у них есть штука чтобы подобрать цвета карандашей как вы видите эта штука страница черно-белая как я подбирать будут цвета карандашей по номерам доброе утро сегодня среда сегодня я продолжаю учиться вождением кстати сегодня опять уже второй день очень такая глуми погода и меня это клонит в сон и как-то становится грустно я не знаю а еще у нас должен был вечером точнее ночью быть снег но я сбываю что я нахожусь на юге англии и здесь даже есть ходить когда-то будет снег в другой части в ликобритании там даже в лондоне в кембридже то на юге на юге вообще его нет вот прям и если он и выпадает только обычно в марте это происходит я думала я проснусь утром и будет красота они на юге доброе утро а сегодня у нас четверг чуть ли у меня нет занятий вождения, так что мне никуда не надо так сегодня идти и стрессовать из-за чего-то, но сегодня я буду монтировать видео, которое я думаю, вы уже видели потому что оно выходит в это воскресенье вот, это видео с Юрой поэтому, Хатару, поэтому если вы еще его не посмотрели посмотрите то да, это разговорное видео поэтому на самом деле мне их легче монтировать, потому что тут просто нужно наложить звук на видеоряд и просто убирать самые неловкие какие-то ненужные и интересные моменты и все выгружаю 50 минут видео разговора надеюсь, немного, но мне показалось, что на самом деле было наоборот мало посмотрим, как зайдет короче сейчас сейчас пока оно рендерится выгружается я тут подумала и поняла, что у нас на улице очень слякотно и очень противная погода если честно гулять как-то не очень сейчас хочется вот, поэтому возможно я просто сегодня буду сидеть дома как всегда в общем вот такой вот получился влог немножечко депрессивный мне кажется но если честно мне не хочется лишне раскрашивать мою жизнь когда на самом деле у меня нет ни вдохновения ни мотивации вообще ничего делать поэтому я хочу показывать вам все как есть я очень надеюсь что следующее видео выйдет уже более интересное потому что я особо так нигде и не рассказывала может быть особо внимательнее уже поняли может нет но в общем следующий влог будет интересный короче ждите поэтому подписывайтесь на канал чтобы его не пропустить вот так что спасибо большое что посмотрели это видео увидимся с вами в следующем пока